Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя Господи. Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому что Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. Тут некоторые из учеников Его сказали один другому, что это Он говорит нам? «Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». Итак, они говорили, что это говорит Он, и так они говорили, что это говорит Он вскоре, не знаем, что говорит. Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал вам? Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Такое Евангелие в сегодняшний день, дорогие братья и сестры. Слышим мы с вами, мы продолжаем чтение Евангелия от Иоанна, 16 главы. Это продолжение речи Спасителя, обращенной к ученикам. Последние, напутственные речи. И вот беседы. И вот вновь здесь Господь утешает своих учеников тем, что Он должен, во-первых, их покинуть, расстаться с ними. Но это расставание не есть расставание на вечность. Здесь Господь говорит, что вскоре увидите Меня. Ну, что здесь мы должны понять? Конечно, здесь Господь говорит о Своем воскресении. И часто мы понимаем, вот можем увидеть в этом, наше сердце может смутиться или опечалиться, вот как у учеников. Но радость о воскресении, она, конечно же, стирает вот всю ту печаль и скорбь, которая могла бы быть. Которая случается, и у учеников случилось. Ну, вот, некоторые от учеников спрашивают, что значит, вскоре увидим и вскоре не увидим, и я иду к Отцу Моему. То есть, Господь, поистине, Он был распят и умер на кресте, но Он воскрес в третий день. И вот после, на протяжении сорока дней является апостолом. Пятидесятый день, на сороковой день происходит вознесение Спасителя. Вот здесь, если мы с вами внимательно посмотрим на Евангелие, то увидим, что ученики по вознесению Спасителя, у них нет той скорби и печали, которая была вот тогда, когда они все рассеялись в смятении, скорби, тогда, когда Господь был распят. Почему так происходит? Как раз таки, вот они уже поняли и осознали все те слова, о которых им говорит Господь. Господь вознесся, но Он не оставил их одних. Я, говорит Господь, с вами во всякий день до скончания века. Я с вами, я не ушел от вас. И вот это очень важно каждому из нас понимать, что если мы здесь, если ученики так чувственно не видят и не ощущают присутствие Христа, когда Он был с ними, тесно общался, беседовал, тогда, когда Он был предан на распятии, они разбежались в страхе. Ну вот Он явился и воскрес, и действительно радости их нет уже конца. Здесь очень живописный пример приводит Господь. Женщина, когда рожает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости. Вот этот великолепнейший образ, который приводит Господь. «Так же и вы имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радость вашей никто не отнимет от вас». И действительно, нашу христианскую веру, она основывается на вере в воскресение. Это есть фундамент и стержень основания нашей христианской веры. Эту веру от нас никто отнять не может. Господь говорит однажды своим ученикам, «Не бойтесь убивающим тело, душу же не могущих погубить». То есть мы не можем бояться переживания того, что могут с нами сделать. Мы не должны этого бояться, как бы это, на первый взгляд, страшно не было. Для нас есть пример сон мучеников и исповедников в церкви и древней. И пусть даже если пример древней церкви остается как бы для нас забытым в веках, ну может быть не столько забытым, но столько отдаленным от нас. То есть сейчас мы с вами видим исповедников и новомучеников церкви русской, исповедников и новомучеников наших дней, когда люди совершенно в разных странах умирают за веру, за имя Христова. И это случается вот и в наше время. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите, отца моего во имя мое даст вам. Но вот перед этим Господь говорит, радости ваши никто не отнимет от вас. Вот эта радость о воскрешенном спасителе, она всегда остается в нашем сердце. И она перекрывает всякую скорбь и печаль, она стирает из нашего сознания и всякую вот эту вот скорбь, о которой скорбь разлуки и расставания. Что не попросите от отца во имя мое даст вам, говорит Господь в окончании вот этого небольшого евангельского отрывка. И действительно, Господь готов каждому из нас дать все. Но опять же, мы не должны понимать эти слова буквально. В том, чтобы мы не просили, все обязательно и безусловно Господь сделает для нас. Почему не совершается того, о чем я прошу? Или почему так скоро Господь не дает мне того, что для меня требуется? Здесь мы должны помнить, что для нас Бог является нашим отцом. И мы не должны забывать, что даже то, когда мы не получаем просимое, является разумным ответом на наше прошение. Не всегда может быть это нам полезно. Ведь каждый из нас знает и, наверное, представляет себе, как воспитывает ребенка. Не всегда мы даем нашему младенцу то, что он хочет, то, что он просит и требует от нас. Не всегда это ему является полезным. Ну что же говорить о Боге, который знает о каждом из нас все. Ну и с другой стороны, мы должны не забывать о том, что просить у Бога, это необходимо и важно. Но как скоро мы получаем просимое, это тоже совершенно иной вопрос. Ведь мы сами помним, например, евангельский эпизод, когда расслабленный находится у овчей купели на протяжении 38 лет и ждет того, кто бы мог ему помочь. И вот здесь является Господь, проявляет милосердие, и тот выздоравливает. 38 лет. Маленький ли срок вообще жизни человеческой? Конечно, это огромный промежуток времени, болезни, в котором находится этот человек. Но 38 лет он не оставляет, что называют, свои молитвы, он не оставляет надежды. Вот в этих примерах нам Господь всегда показывает, что не так скоро, может быть, наши прошения могут реализоваться, не так скоро наши прошения могут быть исполнены, но просить идти к Богу всегда мы должны и можем. Ибо так заповедует для нас Господь. Просите, дастся вам, толстите, дастся, учите, отверждится вам. Тот, кто просит, тот примет и просящему дастся. Господь милосердный, если вы умеете даяние блага даять чадам вашим, не даст ли Отец наш Небесный всякому просящему у него. Такие слова читаем и слышим мы также в Священном Писании. Итак, такой небольшой евангельский отрывок. Сегодняшний день читаем мы с вами. Это отрывок 16 главы. Прощальные беседы. Спаситель со своими учениками с 15 по 23 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч. И храни вас Господь.